6 февраля 1942 года газета Волжская коммуна писала На днях во Дворце культуры состоялось совместное собрание работников искусств города Куйбышева и коллектива Государственного ордена Ленина Академического Большого Театра Артисты, художники, скульпторы, музыканты, писатели с большим вниманием прослушали доклад председателя комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР В собрании приняли участие писатель Алексей Толстой и другие работники искусств Еще не зная дня и часа, когда наступит торжество над Волгой и в степях Донбасса Мы свято верили в него В Куйбышев Толстой прилетел из Ташкента, где жил в это время в эвакуации Добирались с приключениями, неблагоприятные погодные условия заставили пилотов сделать посадку в Актюбинске Оттуда с горем пополам вылетели в Куйбышев и в конце концов оказались на месте назначения Первоначально Толстой надеялся, что сразу же по окончании заседания комитета по присуждениям сталинской премии Ему удастся вернуться обратно Но погода никак не налаживалась и пришлось задержаться в Куйбышеве на некоторое время Жил Толстой в Национале, но обедать ходил сюда в Жигули Здесь и кухня лучше, и ресторан приличнее Правда, если надо будет задержаться в Куйбышеве еще на неделю-другую, думал Толстой Придется не то, чтобы в Жигули ходить, а зубы положить на полку Ведь надеясь, что поездка будет недолгой, он не рассчитал своих финансовых возможностей Так что теперь хоть бери балалайку и ходи с нее по дворам Ну, допустим, про балалайку-то это он так, для красного словца А вот с бубном ему и впрямь пришлось походить по Самарским улицам Но только однажды от гостиницы до дома политпросвещения на улице Куйбышева Когда его, Михоэлса и Халему Насырову пригласили для встречи с творческой интеллигенцией города Вот тогда он и нес из гостиницы до дома политпросвещения Бубен Насыровой Мол, кому как не мне, академику, нести этот бубен по улицам родной Самары А еще, живя в Куйбышеве и несколько раз в день ходя вниз и вверх вот по этим самым лестницам Толстой обдумывал книгу о русском характере О характере тех самых людей, которые делаются сильнее, когда им грозит опасность Вот сейчас, когда враг топтал их родную землю, русские люди не растерялись, не опустили руки А сжали кулаки, чтобы дать врагу решительный отпор История очень интересная, с разными драматическими поворотами Начало свое она берет из марта 1943 года Именно тогда Алексей Николаевич Толстой передал в распоряжение Государственного комитета обороны Полученную им за трилогию ухождения по мокам государственную премию в 100 тысяч рублей И тогда же обратился к Сталину с просьбой назвать этот танк Грозный На строительство танка он передал свою премию по имени Ивана Грозного Который стал главным героем одноименной драматической дилогии, созданной писателем во время войны Этот случай произошел в самом начале войны Враг окружал нас тогда бесчисленными танками и автоматчиками Бомбил и забрасывал минами Но мы пробивались и пробивались Туго нам было тогда Но и немец ужасался от своих потерь И вот уже Неман остался позади Но тут немец навалился со всех сторон Мы наскоро вырыли узкие щели и сидим в них А он клюет нас минами Так что земля скрипит Пыль, гарь в ушах и в глазах Все забито песком Иной подлец так низко пронесется в самолете над землей Что даже белесую рожу его успеешь рассмотреть А мы сидим Не признаем себя окруженными И все тут Что тогда остается фашисту? Остается самое для него нежелательное Идти с нами в рукопашную И точно Вот все стихло Ни выстрела Ни звука в небе Тогда мы берем Легко раненых Способных держать винтовку Или хотя бы передвигать ногами И осторожно Короткими перебежками Бежим к лесу А там Мы это знаем Нас уже ждет Группа автоматчиков И пулеметы Ползем Близко к земле В притирку К траве Чтобы подобраться поближе На ура И вот Мы уже В полуторастах Шагах И враг Должен бы Нас Заметить Тогда Почему он молчит Стою Прижимаюсь К дереву Вглядываюсь На опушке Никакого движения В чем тут Уловка И вдруг В глубине Леса Мы слышим Трескотню И русское Ура Глотки У нас Сами Раскрылись Эх И задали Же мы Гадам Трепку Так мы и стали Пробиваться Вместе С ротой Моисеева На восток Обросли все Почернели Уж не знаю От грязи Ли От злости Бывало Моисеев Шутит Мол С такой Армией Да под музыку Да пройтись По Берлину На страх Немкам Вот было бы Лихо Однажды Около Полустанка Где стоял Разбитый состав И только что Побывали Немцы Мы Увидели На траве Лежащую Молодую Женщину Одну руку Она положила Под голову А другую Прижала К простреленной Груди Казалось Она Спала Ветер Шевелил Ее Каштановые Волосы И только С уголка Побледневшего Рта Стекала Маленькая Стройка Крови Около Женщины Ползала Черноглазая Девочка Лет двух В платье Горошком Она Все Тормошила Ее И повторяла Мама Спит Мама Спит А когда Мы Подошли Она Обхватила Ладошками Ее Щеки Прижалась К матери И глядела На нас Как испуганный Голчонок Вдруг Видим Бежит Наш Моисеев Рвет На себе Ворт Рубахи И с удивлением Так Где Случайным Танковой Бригады 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 Жаворонков Стрелок Родист Ростовчанин Василий Петрович Боровков И Собственно Командир Машины Старший Лейтенант А в прошлом Ивановский Ткач Павел Васильевич Беляев Который уже К тому времени Имел немалый Боевой опыт И был даже Награжден Орденом Ленина И вот Уже В наши Дни Благодаря Сайту Подвиг Народа Нам Удалось Уточнить Дату Награждения Беляева Это Произошло В апреле 1942 Года На Можайском Направлении Во время Боев На Можайском Направлении Западного Фронта И в Наградных Документах Сказано Что В одной Сражении В районе Деревни Васильки Командир Танка Тогда Старшина Павел Васильевич Беляев Направил Свою машину В место Скопления Противника Уничтожил Около 100 фашистских Окупантов В другой Раз Он принял Неравный Бой С четырьмя Немецкими Танками Два Из которых Были Подбиты И приказ О награждении Беляева Подписан Командующим Войсками Западного Фронта Генералом Армии Георгием Константиновичем Жуковым На собрании Выступили Лауреаты Сталинской Премии Писатель Алексей Толстой Народные Артисты Михоэлс И Судаков Кинорежиссер Довженко Скульптор Меркулов Художник Герасимов И артист Куйбышевского Театра Имени Горького Чалый Затем С речью Выступил Секретарь Обкома ВГПБ По пропаганде Товарищ Кочнев Да Писатель Алексей Толстой Тоже выступил На этом Собрании Он вышел На трибуну С листочками На которых Набросал Отдельные Слова И строчки Но Мог бы Обойтись И без них Потому что Все эти Слова Он много раз Проговорил Про себя Там В Москве В Ташкенте И здесь В Куйбышеве Десятки Сотни Раз Он проговаривал Их Потому что Это были Слова Ненависти К врагу И слова Веры В мощь Красной Армии Народы Западной Европы Получили В наследство Римскую Цивилизацию России же Достался Лес И Дикое Поле Много Мог увидеть Наш пращур Глядя Из-под ладони По солнцу Ничего С дюжем Сказал он И начал Жить Он Назвал Все вещи Своими именами И воспел Все, что Видел И все О чем думал Воспел Свой труд И названный Им Мир Покорился Ему Как Обузданный Конь И стал Его Достоянием А для Его Потомков Стал Родиной Землей Отич И Дедич Немцы Гитлера С крайним Высокомерием Начали Войну С Красной Армией Они Хорошо Знали Наши Недостатки Но Не знали Или Не хотели Видеть Наших Достоинств И Главного Из них Губительного Для них Того Что мы Русские Сквозь Сквозь Дни Утрат Печали Скорби В пределах Вражеской Земли Не отступаясь Плеч Не горбя Мы Эту Веру Пронесли С вами Был Михаил Перепелкин